Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Мы начинаем наш сегодняшний репортаж с гимнофутбольного клуба Торпеды. И неспроста, как вы понимаете, дело в том, что мы сегодня на арене Химки, и сегодня нам предстоит понаблюдать за главным матчем девятого тура Мелбет Первой Лиги, а может быть и всего первого круга лучшей Лиги Мира. Сегодня встречаются две команды, которые всячески стремятся и все для этого делают. Люди, которые могли здесь оказаться, будут смотреть нашу трансляцию. А других вариантов просто нет, и Арсенал тут же стремится первую атаку разогнать в этом матче. Пока очень даже неплохо мяч держится у далеков, можно прострелить, а это удар и это гол! Пушка страшная, как сказал бы коллега Георгий Черданцев, фантастический по красоте мяч, ну просто грандиозным ударом казалось оттуда. Ну хорошо, подавать, простреливать может быть, но не пить же, но залетает такая красотища ворота Егора Бабурина, что хоть за голову хватается. Восьмая минута подошла к концу, еще не все действия отрепетированы, еще есть над чем работать. Пошла длинная диагональная передача на правый край атаки, Данил Липовой себя там предлагает, удар из-за предела штрафной. Сараев наносит, и ведь удар классный получился, 22 номер гостей, если бы мяч вот так по свалу летел. А как только начинается продвижение вперед, тут же случаются какие-то ошибки, какие-то потери. Вот, например, сейчас, сейчас, точно, сейчас вперед хороший получился, да, у Рогановича передача штрафной, и можно бить по воротам, 1-1! Аршак Корян! Видимо, нам с тобой нужно было почаще ругать торпедовцев, они наконец-то организовали по-настоящему классную атаку. И началась эта атака как раз в диагонали в исполнении боя на Рогановича. И гол Артема Попова мы будем еще долго смаковать, и плюс, конечно, пушка Сергей Ткачев, от него мы просто по умолчанию ждем таких ударов. Ткачев бьет, и Ткачев забивает! От него ждать даже не пришлось, 2-1! Мы с тобой буквально предупреждали торпеды, ни в коем случае нельзя давать Ткачева убить, тем более, когда он находится внутри штрафной площади. Это большой мастер, это человек с потрясающим ударом, это человек, который может пробить на силу, человек, который может пробить на точно. На ближней штанге никого, но тут оказывается один футболист торпеда, который выдвигается вперед. Аршак Корян разыгрывает с ним этот стандарт подачи в штрафную площадь. Удар по воротам, автогол! Автогол! 2-2! Что происходит на арене Химки? Какое-то безумие! Зачем? Почему зрители не пришли сюда? Затем, что, видимо, нужно посмотреть по телевидению этот матч, матч премьера, всегда в помощь, но 2-2! Ланцераев был заметен в первом тайме, был активен, а еще один интересный удар, ничего себе! Причем это не Ткачев, по-моему, бил и поборен кое-как, только со второй попытки сейчас мяч зафиксировал. Давайте смотреть, вот она! Здесь нет нарушения правила, Шак Корян быстро встает, и тут же бросает мяч, нужно атаку это пробожать! Выход один на один, фактически удар-то будет, удар есть, но здесь спасается, здесь справляется Левашов. Классная была попытка у торпедовцев, и по-настоящему близки они сейчас были к тому, чтобы повести прямо по ходу второго тайма. Вот так получается воля календаря, у Арсенала сразу два тура таких удар в дальний угол. Хороший, и на Левашов тащит этот мяч, и момент удара видел калкипер Арсенала. Мы не всегда ощущали их активность на трибунах, сейчас они понимают, что могут добавить то самое недостающее звено. Момент, Манилов! Поймал этот мяч в лед, и тут большой привет. Левашов передает защитнику, но нельзя так позволять игроку мячи принимать внутри штрафной площади, тем более нельзя позволять ему бить. Во второй раз вывел тульскую команду вперед, и уже в самой концовке первого тайма, собственно, и ворота. Алексей Бердников, несчастный случай был, мяч срезал. Последняя, вероятна, атака торпеда, но здесь Соколов мяч теряет, и звучит на этом финальный свисток. Все, торпеда и Арсенал свой матч завершили. Они большие молодцы, они нас действительно порадовали в первом тайме. Да, в втором тайме было чуть меньше, может быть, моментов, чуть меньше футбола из корометного. Но 2-2, грех жаловаться. Сегодня был классный матч, сегодня был классный футбольный вечер.